Наших детей. В этом году у нас поступила студентка из Кореи. И она сыграет Ольга Григорьевна. Пожалуйста. Сейчас немножечко о классе немножко расскажу. В классе у нас дети, как вы сказали, уже и младшие, и старшие, и совсем старшие бывают дети. И дети всегда заняты музыкой. То есть мы изначально в нашей школе даем профессию уже. С первого класса они понимают, что они уже будут в профессии, потому что они будут играть в оркестрах, они будут солисты. И это накладывает отпечаток на нас, педагогов, чтобы мы учили им. Их учили профессионально и добротно учили. И мы отвечаем за каждого своего ученика фактически. В нашей школе дети из разных районов нашей республики. Вот с Чуропчи ребята есть, с Амги, с Якутска, с Кореево. И очень даже успешно учились. И Михаил Николаев, когда открыл нашу школу, это просто, знаете, я сама родилась в Якутске. И у нас не было ни педагогов. Педагоги все время приезжали зарабатывать деньги и уезжали. У меня пять педагогов за семь лет сменилось только в школе. Здесь, я думаю, что ребята сейчас, ну, наверное, какая-то для них это, они не понимают этого. А я оценю очень это, что у нас вот школа, прямо, знаете, развивается в музыкальном плане очень ярко, быстро. Как вот вся наша страна сейчас развивается так же быстро, идет быстрыми темпами. Якутск у нас вот буквально не узнает за последние вот десятилетия с развитием, даже спорта, возьмите, развитие в Дети Саха Азии, тоже развитие спорта, развитие музыки. То есть детям есть где уже и работать, и заниматься чем-то. Вы знаете, на наши концерты стали ходить люди и стали уже даже нас приглашать или ансамбль велончелистов, или ансамбль скрипачей. Или даже у меня был такой ученик Антон Брагин, да, он когда-то, ну, у него такой имидж очень красивый был, он очень красивый парень, собственно, здорово играл. И даже говорили, вот мы хотим послушать Брагина, например, да, уже даже вот такие, даже заявки были. Но в наше время, когда вот я здесь еще училась, такого, конечно, не было. Это здорово просто, вот то, что детям есть поиграть, и что культура развивается, и, ну, все развитие идет на высшем уровне, я считаю, что так. И наша школа этому подтверждение, конечно, идет. Вот, и сейчас мы, наверное, послушаем несколько фрагментов ребят, они тоже хотят поиграть чуть-чуть что-то. Да, вот девочка приехала в первый курс из Кореи из Сеула, она поиграет гитара. Мы сейчас, наш класс готовит концерт, тематический концерт, посвященный 90-летию Ростроповича, великого виолончелиста. Ну, просто все люди уже о нем знают и знали когда-то, но, к сожалению, он уже ушел из жизни. Но мы стараемся сделать так, чтобы его виолончель, его звук все время звучал в нашем классе, и я немножко даже чуть-чуть к нему, немножко отношусь даже к его школе, так как я училась аспирантуре в Академии Гнесиных. Мой педагог, профессор, учился у Ростроповича. Где-то даже такая преемственность какая-то, я совершенно не хочу ничего сказать об этом, но вот преклонение перед мастером великим, человеком мира, это, конечно, у меня тоже есть. Сейчас поиграет небольшую пьесу, концертмейстер Межевич Олеся Александровна. КОНЕЦ 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 Спасибо. 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 Сарган. Сарган. Давайте. И продолжаем мы произведение попера, потому что, ну, вот такой тематический концерт. Поппер, это Давид Поппер, чешский виолончелист, 19 века, и преподаватель, очень много написал для виолончели, сам был великим, великолепным тоже виолончелистом. Вот, и она поиграет рапсодию венгерскую. Сарган, четвертый курс, студентка. Якутское имя. Сарган, тампонского луса, хандыга. Спасибо. Сарган, тампонского луса, хандыга. Целконе. Зат –Tри красный шкаф. Сарган, тампонского луса, хандыга. Сарган, тампея. Сарган. Сарган,production. Хандыга. КОНЕЦ 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Очень много договоров заключили с Южной Кореей, с Китаем, с Далянем. Там тоже такая же школа открылась. И у нас идет обмен студентами. У нас был обмен студентами с Японией. Ребята приезжали к нам. Они обучались по году здесь. Японский мальчик. Четыре года у меня обучался. Он завоевал очень много премий. Даже Михаил Федорович, я видела его конкретно. В Московской консерватории он приходил на заключительный концерт, где Ямамото Рё вручали виолончель. Он завоевал там звание лауреата. И вот такой подарок был ему лично от новых имен, от конкурса «Новые имена». На этом концерте. Он очень радовался, когда дети вообще играют в Москве. И мы показываем свое мастерство, дети показывают. И даже такой был момент, что 20-летие школы мы отметили большим концертом. Буквально на 2,5 часа, чуть ли не 3 часа урезали большой концерт в большом зале консерватории. Это был хороший очень концерт. Мы вывозили оркестр, камерный оркестр. Вывозили ансамбли, вывозили солистов, вывозили. Там присутствовало очень много наших деятелей из ведущих организаций, из ведущих консерваторий. Это здорово, когда обмен такой идет. Поэтому это нужно, необходимо. Восьмой класс. Этюд Досавина Файлан тоже поиграет немножко вам. Он у нас начинающий юный виланчалист, ему 15 пока лет. Но уже съездил в Корею один раз тоже по нашим связям, которые заключили договора нашей школы. Мы в октябре ездили на гастроли. И за 10 дней дали почти 12-13 концертов. Была сборная, такая команда России, из Новосибирска ребята были, из Омска и вот из Якутии. Ну, Айлан вам поиграет. Очень хороший прием был в Корее. Просто дети, мы играли для детей среднего возраста, для ребят из общеобразовательных школ. Причем в каждой общеобразовательной школе, мы когда приезжали, у них там всегда есть сцена. На сцене всегда фортепиано, хорошо настроенное, всегда акустически хорошие залы. Нам это очень понравилось, было очень приятно. И прием был великолепный, ребята. В общем, слушали просто. Вы знаете, вот ребята наши были для них, как, ну вот, знаете, как встречают наших известных очень музыкантов. Эстрада, поп, да, вот таких вот. Так же, просто руками хотели дотронуться до каждого исполнителя. И просто были бурные такие аплодисменты. Это было, ну, приятно очень даже. Давайте, сейчас Айлам тоже сыграет, начало, да, этюда, попера сыграет, до минорной, да, антукаевая, точнее, точнее. Спасибо. Ну, вот так, немножко. Или еще что-то. Да. Вот. Самый маленький. Ну, что у нас концертмейстер должен быть там. Может, начало только. А вот справа, извините, пожалуйста, очень симпатичный музыкант, великий, будет в будущем сидеть. Можно он тоже что-то сыграет? Маленький или большой? Кто, любой? Ну, оба великих. Так, давайте. Ну, вот там вот сборник, это, Саргавана, помоги. Вот попера, который, Айлан попера. Давай, это самое, гномов немножечко, начало гномов. Мы того же все, чешского композитора и велончелиста попера играем, то, что у нас будет целый концерт попера. Это, он очень много виртуозных произведений. Другой сборник там, обыкновенный сборник. Такой. Нет. Вот этот сборник, да. Да, да, да. Вот там вот танец гномов, посмотрите, начало, да. Вот. И у нас там будет концерт очень интересный, будет состоять. Я это называю, будут насекомые, будут этюды и будут танцы. А насекомые там будет, например, бабочки у нас будут. У нас будет еще что из... Саргалана, а бабочка у тебя еще, у кого что-то из насекомых там будет. Танец эльфов будет, попера. Потом танцевальные будут у нас, полонезы будут в произведении, в концерте. И этюды будут небольшие. И будут из таких гномов, танец гномов будет. Будет танцевальная музыка, тарантеллы будут. В общем, приходите на концерт к нам. Там будет интересно. В рамках у нас фестиваля «Золотые купола», который у нас уже проводится десятый раз, по-моему, в городе Якутске. «Золотые купола». И мы стараемся наших республиканских людей, наших слушателей, как-то обогатить немножко вот этой музыкой. Потому что иногда у нас некоторые произведения звучат в Якутии впервые. Хотя написано уже 200-300 лет назад бывает. Ну, потому что мы развиваемся. Наша школа 25 лет только будет, мы развиваемся. Танец гномов исполняет Еремей Михайлов из «Чуракчи». Какой бы тут седьмой? Улыбай. С первого класса. Сначала скажешь «пам-пам-пам». Поразительная игра. С первого класса. С первого класса. С первого класса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чуть-чуть, немножечко. У нас концертмейстеры, у нас разные концертмейстеры, у малышей одни, вы сможете сегодня не очень, как бы это не их концертмейстер. Ну, киндюль, давай что-нибудь. Тарантеллу, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Начало тарантеллы от этого, от октав, пожалуйста, можно там октавы, в вступлении не нужно играть. Начало только. У вас комитеты как вообще образовательные школы? Да, как вообще образовательные. Они все едут домой? Или концертная деятельность у вас начинает? Некоторые. На конкурсную подготовку. Вот сейчас готовятся к конкурсу в Красноярске. Скоро поедут во Владивосток на выступление. Осенью мы собираемся в Корею. В бюджете все это предусмотрено? В бюджете не предусмотрено, но мы найдем деньги. Бывают спонтанные конкурсы такие, понимаете? Бывают часто. Ну, что делать? Непредвиденные обстоятельства. Ну, надо нам ездить всегда. Потому что общение, например, это нам настолько... Даже мы вот ездим иногда на мастер-классы. В прошлом году по приглашению мы писали заявку в Санкт-Петербургский дом музыки. Там руководит этим Ралдугин. Ралдугин. Забыла отчество. Вот он, значит, нас пригласил с моим учеником. И нам оплатили полностью всю дорогу. И на виолончель, и на меня, и его оплатили. Мы три дня получали мастер-классы там. Это российская, это очень российская такая программа была. Так что вот такие моменты бывают спонтанные, но надо в них участки обязательно. Мы прошли по записи. Некоторые не проходили по записи. Так что мы всегда пользуемся такими моментами, когда вот есть возможность обязательно. И недавно мы приехали из Сириуса наши дети. Двое детей. И сейчас она собирается туда. Это все бесплатно. Это программа. Это в Сочи. Это в Сочи там проходят творческие такие школы. Раньше мы очень часто, начало, когда школа у нас только открылась, мы ездили в Суздаль. Большими группами ездили в Суздаль. Там тоже творческие школы. Там профессора Московской консерватуры, Санкт-Петербургской, Академии Гнесиных. Но сейчас вот Кендюль поиграет в Назамги. Тоже попер Тарантелло. Начало немножко только. Кайп custов. Катем. Кап КОНЕЦ 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 Спасибо, спасибо большое. Небольшой фрагмент. Мы сегодня не готовились к концерту, у нас обыкновенно идет рабочий день. Сейчас у них будет ансамбль занятий, урок ансамбля виолончелистов. Я очень благодарен, но я все-таки еще хочу, тут все сыграли, замечательно. Можно еще на мое место, в связи с тем, что в кадр не попадет, уважаемая пианистка сядет на мое место и чуть-чуть расскажет сама о том, что происходит в школе. Ну, буквально пару слов, я наступаю в место. Олеся Александровна, она сама из Красноярска. А вы можете поближе? Сюда, может, сюда? Да нет, а здесь видно? Да, да. Я приехала из Красноярска, но родом я вообще из Кемерово, из Сибири, из далекой, поэтому это мне уже как-то все уже привыкли. Я привыкший здесь человек, я второй год здесь работаю. Очень хочу, конечно, отметить большой, высокий уровень профессионализма вообще всех музыкантов, потому что я попала в какой-то такой отдельный мир, музыкальный мир. Здесь отдельные, отдельные уже сложены традиции. И мне очень приятно работать с такими людьми, профессионалами, музыкантами. И... Ну, что еще сказать? Все, наверное. Спасибо. Спасибо. Ну, спасибо, Ольга Григорьевна. Ну, у нас вот часто, я хочу сказать такое, что у нас часто бывают гости наши в школе музыки, и мы привыкли к таким небольшим импровизационным концертам абсолютно. И, ну, у нас даже придете через месяц, у нас другая уже подготовка пойдет к экзаменам, госэкзаменам, может быть, те же самые, может, другие уже будут ученики. Но тоже будем уже на взводе всегда у нас. Мы всегда готовы играть, всегда готовы, потому что музыка для нас это профессиональное занятие. Это наша жизнь. Это наша жизнь, действительно так. И поэтому ребята всегда готовы играть для вас. И, может быть, здесь немножко не улыбались, потому что они знают свои огрехи сегодня. Сегодня что-то кто-то не доиграл, кто-то что-то не сыграл там, кто-то какой-то темп не взял, да. Потому что я сейчас, вы уйдете, а я им сделаю большое наставление, пару ласковых, можно сказать. Но это наша семья, как в семье, без всяких разных таких не получается. Все время кнут и пряник все равно будет. Педагогика на этом и держится, ну что сделаешь. Но, с другой стороны, я засчитаю, что сегодня ребятам было приятно все равно играть вам для вас. Чтобы публика будет все равно для выхода. Вот, например, Еремия, он первый раз, может быть, даже играл как солист сейчас сегодня. Он тоже будет вспоминать, может тянуться к этому будет. Поэтому вы нас, публика, всегда нас подталкиваете на какие-то дальнейшие наши, как говорится, этапы жизненные, творческие этапы, творческие свершения, тоже и концерты какие-то. И любые гости для нас, мы всегда вам очень рады. Спасибо большое вам. Спасибо. А мы вот, ребята, к вам приходят по желанию или вы отбираетесь? Ну, как, получается, по желанию родителей сначала, получается, так всегда, потому что мы обучаемся с 7 лет. У нас раньше было вот начало, когда Михаил Федорович открыл у нас школу, у нас сначала был подготовительный класс. Это было лучше немножко. Дети с 6 лет могли приезжать, и родители могли как-то уже их немножечко привозить, почаще бывать здесь. А сейчас с 7 лет немножко, ну, как бы подготовительного класса нет, потому что на Западе, в Москве, в консерватории, в этих школах, там есть тоже подготовительные классы, там с 3-4 лет учатся ведь. И фигуристы тоже с 3-4 лет сейчас. Сейчас все идет на интенсификацию, ведь правильно идет. Поэтому мы в педагогии любыми путями пытаемся, даже с 7 лет стараемся, не то чтобы быстрее, но пытаемся вот всемирный какой-то опыт услышать, например, увидеть его. Сейчас интернет очень много значит, правда? Вот, и мы стараемся перенять этот опыт, и стараемся, не то чтобы быстрее научить их играть, но чтобы они были уже в профессии изначально. Вот, и отношение тоже такое будет. А вот какой процент примерно от сева? Ну, грубое слово я сказала. Я поняла. Который в 7 лет приходит, но потом скучает по родителям, условиям. Ну, есть, конечно. Есть. Я, знаете, скажу, что вот в моем классе, например, очень редко бывает от сев, очень редко, потому что мне жалко свою работу. У нас инструмент очень сложный, потому что она такой на деревянной доске, вот это отмерить, точно сыграть все эти ноты. Это вот на фортепиано, на начальный этап он легче идет на фортепиано. Клавиши готовые, готовая уже нота. У нас нужно это услышать, поэтому струнники, вот виолончелисты, скрипачи, они у них такой очень слух, тонкий очень слух. Есть даже абсолютный слух, когда вот, например, ну вот, Айлан, нажми ноту какую-нибудь там. Давай, нажми ноту, а Еремет, Еремет, ну, повыше немножко. Какая нота? Ре, спокойно. Какая еще? Ну, нажми другую какую-нибудь ноту. Понимаете, то есть это вот этот абсолютный слух, который недавно по телевизору передавали, ну, вот эти, сейчас, как же там дети-то, по первой программе там. Лучше всех. Лучше всех называется. Ну, там девочка так же вышла, ну, у нас вот они, наши такие. Чуропчи, откуда абсолютный слух? Это природа дана человеку. Наша такая, знаете, и наша, как говорится, задача выявить таких детей со всей республики. Поэтому мало приезжать, правда, потому что, ну, не каждый родитель может отдать своего ребенка, но мы ездим по республике, наши педагоги ездят по республике. И проводят отборочные туры небольшие там, да. И не все дают, но вот бывает отдают. То есть я могу и так же других, так же они будут то же самое. Вот хорошо вот наш проект «Музыка для всех» в республике. Он, наверное, будет способствовать выявлению таких талантов. Да, вот именно. Вот у нас очень хорошо взялись дошкольники, и мы вели же инструмент. И где скрипка, где флейта, ну, как можем. Да, ну, это один на тысячу будет ребенок, но он должен у нас учиться. У нас учиться, да. Понимаете, он должен у нас такой ребенок, они не все будут, понимаете, не все, но один какой-то, два, буквально. И тогда у нас будет, конечно, элитные наши музыканты, и результаты будут когда. А если вот наши, ну, просто отборные дети в нашей школе должны учиться просто. Не то что отборные, отборные с таким слухом, абсолютным слухом, с желанием. То есть ведь, понимаете, наш труд состоит из того, я называю три Т. Творчество, труд и еще терпение, понимаете. Вот я такой вывела давно уже, такую формулу, понимаете. Ну, терпеть нужно, но вот труд – это больше всего. Мы должны научить детей трудиться.